Да, это у меня прижался телефон, на звонок был какой-то. Так вот, я говорю, что я подсказала, что послушать не просто левую руку, как линию, а именно как соотношение правой к левой, как терция. Секса теперь. О, септима. Дальше, тритон. Вау. И я замедлила его слух до того темпа, чтобы он прислушался к каждому. Скорее всего, нам пришлось останавливаться примерно каждую четвертушку. Дослушали до конца. Так, слушали до конца. Потому что в этой спешке мы не понимаем, что там происходит. А теперь он расслышал, он был в шоке. И мы сыграли это так вот, значит, начинается все с того, что такая вот получается молитва в правой руке. Потом начинается вторая часть, серединка. Да, получается, какие-то уже чувства пошли, да? А в серединке, которая уже ближе к концу, начинается вообще диалог. Откуда-то второй голос. Они теперь стали одинаковыми. Все же начиналось с молитвы, а тут получается двухголосие абсолютно разных голосов. И в конце эти два голоса, которые так эмоционально разговаривают, они как-то примирились на одной и той же мелодии. И он просто был в шоке. Представляете, получается, начинается все с молитвы. Да, молитва. Потом какое-то происходит чувство человека. И каждый раз все выше и выше. А потом вообще диалог. Я говорю, посмотри, ведь раньше ты играл так. Получается, у тебя нотки не застревали. А тут, получается, раньше же педали не было, и мы держим ноты. Секстер. Октава. Септима. Секстер. Теперь он начинает задерживать, причем задерживать так, чтобы они до конца зацепились. Не просто сыграть, а вот до конца. Потом, слушайте, потом на этот момент, когда... Второй голос. Я ему говорю, теперь твоя задача сыграть то же самое двумя руками. То есть ты играешь одной рукой. Он начал играть. В принципе, неплохо. Но из-за того, что он цеплял только нижний голос к верхнему, нижний голос к верхнему, он потерял молитву как продолжение мысли. Он просто играл так. А я говорю, посмотри, до, до, хорошо. А что си происходит? Нужно ее дропнуть, да? А потом... Вот к этому надо цеплять уже средний голос. Тише. Громче. И вот я сидела одной рукой. И дальше, когда мы... Ну вот, я ему говорю, ты мне скажи, а вот какую-нибудь ты историю не хочешь прицепить к этому... К этой части? Он говорит, ну, хорошая мысль. Я говорю, ну, может быть, что-то человеческое из твоего собственного опыта, или из тех книг, которые ты прочитал, да? Вот, ну, какая-то личная драма. Он говорит, да, интересная мысль. Я говорю, либо что-то из истории. Ну, например, вот он жил в каком-то там 1700 году, да? 17-18 век. Может быть, подумать о тех временах? Он говорит, да, вы знаете, это очень хороший момент. Я говорю, а ты знаешь, вот те времена? Это были очень славые времена. Ну, например, что-нибудь ты слышал о кровавой Мэри, Владе Мэри? Он говорит, ну, как-то не очень. Я говорю, ну, ты слышал о королеве Елизавета Первая? Да, да. Ну, а Генри Восьмой слышал? Он говорит, да, был плохой, плохой был парень. Я говорю, да, у него там шесть жен, две из них какие-то кузины. Он женился на обеих и отрубил голову. Вот. И у него было две дочки. Был сын, который умер там 14 лет, что ли, не пережил какую-то болезнь, просто умер. А две дочки выросли, и одна из них была кровавая Мэри, которая жгла всех протестантов. То есть это не католик, все. Католик? Нет. На это, на костер. Католик? Нет, на костер. Вот такое было время. Представляешь, может быть, это и есть костер, может быть, это и есть то время такое смутное. А потом пришла Елизавета, и она как бы все смягчила, как бы все уже миролюбивее относилась ко всем религиям. И она потом сказала, они хотели, ну, как бы к ней подходили консультанты, и говорит, вам нужно жениться, ну, выйти замуж. Она говорит, а я уже замужем за своей страной. И брала себе спокойно любовников и жила в свое удовольствие. Типа она замужем за страной. Ну, и вообще, как бы, феминистка того времени. Вот, и мы поговорили, понимаете? И теперь, я говорю, ты теперь обладатель истории. Вот теперь к этой истории прицепи чего-то, что ты чувствуешь, понимаешь? Потому что все люди могут сыграть. И может быть даже дослушать интервалы. Но история, история как раз делает твою вариацию невероятной. То есть такой вариации не будет уже больше ни у кого. Вот, и он просто сидел уже, как бы, ошеломленный. Я могу сказать, у нас заедет только онлайн. Только онлайн. Вот, и я еще спросила, у тебя есть какие-то истории, может быть, из твоего прадеда, прадеда, прадеда. Вот, и мы даже поговорили про наших прадедов, потому что, ну, его мама рассказала там про своих прадедушек. Я тоже знаю про своего прадедушку. Вот, и у нас урок был онлайн. Я, ну, там немножко прерывалось в звучании, но я все слышу. Вот, реально, то есть я понимаю, что он сделал. Я смотрю на его руки. Я вижу, я вижу, что он делает. Урок был потрясающий. Если бы он сидел со мной, он тоже был бы потрясающий. Я не говорю, что со мной сидеть, как бы, хуже, чем онлайн. Вот, но я просто говорю, что, ребята, в такой глубины урока, когда мы можем поговорить и о кровавой мере, и когда мы можем руками сыграть одну и ту же пьесу, правую руку, как две пьесы, как пересечение каких-то там молитв, или два человека разговаривают, как они потом решают какие-то, соглашаются в конце. Это было просто потрясающе. Вот, и вот этот урок наверняка опять дал ему еще больше мыслей и раскрыл его творчество намного больше, если бы там, ну, просто вот мы позанимались бы техникой. Так что верьте в его завете онлайн, читайте больше. Я не знаю, находите каких-то аллегорий жизни. Я не знаю, разговаривайте о русской культуре, разговаривайте о какой-то, ну, что-то должно быть внесено в эту музыку.